В городе живет Насколько защищен и обеспечен городской житель? Сегодня этим вопросом задаются даже повзрослевшие представители молодежной мысли. Куда ты позвонишь, когда кругом выключат свет? Где наберешь воды, когда ее из крана нет? Как ты согреешься зимой на восьмом этаже? Что будешь есть, когда не будет чего есть уже? И ведь правда, подобными мыслями мало кто озадачивается, пока жизнеобеспечение среднестатистического горожанина не сбоит. Ответьте себе честно. Ваши дети имеют полное представление о том, откуда на ваших столах появляются продукты. То есть понятно, что из магазина, а кто, как и каким образом доставляет их на прилавки. Все самое вкусное и натуральное в нашем рационе заслуга сельскохозяйственной отрасли нашего края в том числе. Отрасли, проблемы которой с каждым днем растут и увеличиваются без преувеличения с начала 90-х годов. В городе живет человек, знает все, что есть и чего нет. От сердца защищенный гипсокартоном. О каких вопросах идет речь, лучше всего спросить самих жителей Донецкой Народной Республики, занятых в сельскохозяйственном секторе нашей страны. Чем по инициативе и при непосредственном участии депутата Народного Совета ДНР Юрия Леонова команда телеканала «Новороссия ТВ» и занялась. Это трудоемкая работа. Землю любить надо. Если вы землю не любите, ничего у вас не вырастет. Руками, ее надо трогать руками, она любит землю и душу, ты отдаешь землю. Вот тогда у вас будет, а так у вас ничего не будет. Конечно, много. Ну, я же вам сказала, если не спите часов утра. Ну, вот я заканчиваю. Время сколько сейчас? Вот сколько я в огороде? Часа четыре, не меньше. Слово «выходные», я так понял, это не про… Для меня выходного нет. Поймите правильно. Человек, который любит землю, я даже не сплю иногда. Я уже сама себя в этом ругаю. Я только открыла глаза, я бегом-бегу в огород. Вот я отдаю, вот свою энергию я отдаю земле, а земля мне, понимаете? И я уже сама себе мыслила, если я постарею, не способна буду двигаться, я не выживу. Я уже говорила, что я умру. Если я в земле, у нас огород был вот там, через три дома, 20 сотых. Я обрабатывала вот здесь, это мой дом, а там родительский был. И я обрабатывала и там, и здесь. Да, это у меня уже огурцы есть у парняков. Уже больше килограмма я собрала. Там у меня два десятка я подвязываю. Представьте себе, это я подвязываю. Попробую нагнись, это все же взъерошиваешь, поливаешь, а потом еще же подвязать надо. Каждый ус. Сейчас огурцы я уже не покупаю, помидоры иногда. А разницу вы сильно ощущаете между тем, что сами вырастили и тем... Ну а как же? Сам же ты, я, во-первых, я химикаты не принимаю. У меня только чистый перегной, и я подливаю чистым перегноем. А так, я, боже, избавляю, я химикаты никакие, я не пользуюсь. Ну вот, я желаю, вот такие вот, вот на улице помидоры, это у меня, вот это на улице. А у парняков вот такие уже, и они цветут. Ну на улице высажены позже. Все под этим, муж забивает колушки, растягивает он брусочки, чтобы они не падали на землю. Это все уход. Уход, это ж не игрушка. Сверху я не поливаю. Это наше, все. Мы не продаем, это мы сами для себя. Знаешь, оно чистое, без химикатов. Вот это я этим только это. У меня свои огурцы, зеленая капуста, перец, синенькие, помидоры, огурцы, укроп, морковь, щавель. У меня все свое, у нас все свое. Вот так же у нее. Вот, полтора километра газ. Мы не газифицировали. Почему вопрос? Ну а получается, вечером добраться очень сложно. Очень проблематично. Не уехать, не приехать. А сейчас датчики, Петровна, скажи, не уехать, не приехать. А за счет чего вы удержитесь? Потому что Родина наша здесь. Я здесь родилась, я никуда не собираюсь уходить. Стреляли, летали, сидели, плакали. Ну а что делать? А никуда не поехали. Мы сидим здесь. Как сказали, остались кто здесь? Все нормальные выехали, а мы остались. А мы на Родине живем. Не знаю. Я чувствую, допустим, себя в городе очень плохо. Я с работы приезжаю, я как вареная здесь. Хоть на огороде, но зато мое. Да, это ж мы же дом с мужем сами строили. Они строили сами. А как вы думаете, дети останутся вам? Если будут условия, почему они не останутся? Ну почему они не останутся? Сколько здесь было? У нас ходил транспорт, у нас все было прекрасно. Клуб был. В Ларина был клуб, в Павлограде был клуб, в Теплечном был клуб, в Караванной был клуб. Все было нормально. А сейчас ничего нет. Как говорится, если деревня, село, то значит мы не люди, наверное. Хотя это территория города Донецка. Да. Это ПГТ, поселок городского типа. Всего пара-тройка десятков километров от площади Ленина и цивилизационные блага редеют, и даже обычные для городского жителя бытовые условия комфорта не всегда в наличии. Здесь кипит труд другого рода. Непромышленный, но тоже очень тяжелый, плодами которого мы любим себя баловать. Они попробовали, а будет у вас, а будет. А там еще иблокорка у меня растет. Дерево совсем, кислятина не такая. А это очень вкусно. Ну что, находитесь вы у нас в поселке Ларина. Вот, проживаем мы здесь, конечно, давно. И выращиваем всякую продукцию. Вот клубникой я начала заниматься, ну, года три. Родители мои занимались всю жизнь. Вообще, видишь, широкий у нас там занимается. Всю жизнь выращивали клубнику. А я пошла на пенсию. Ну, на нашу пенсию не проживешь, как говорится. И вот занимаемся. Эта же клубника тоже. На одном месте она не больше пяти лет растет. И стараюсь туда-сюда. Там столько насадила. Это уже второй год этой клубники. Вот, то на той стороне, как она была. Ну, немножко доходик есть. Да, доходик немножко есть. Но только, что ли, хватает. Фатает. Вы сами знаете. Хлеб туда-сюда. Да, я говорю, одеться и то не всегда, а так. И вот, вы знаете, реализовать ее тоже. Вот везешь в город реализовать. Сегодня одна женщина говорит, а чего она у вас такая большая? Вот спросила. Чего? Она же думает, мы удобряем? Нет, мы ничем ее, кроме натуральными, вот, по осени засыпаем, чтобы он немножко со снежом. Потом делаем так, перекопочку, где между рядом и все. Никаких химикатов абсолютно мы не применяем. У меня рядом стоит, вот, растет картофель даже. Картофель. Мы даже картофель не опрыскиваем. Вот, ручная у нас сборка. Утром и вечером бутылочки. Собираем жуков вручную. Потому что это дети кушают. И мы везем. Мы везем для кого? Для детей. Урожай, посмотрите, какой это есть. Потому что любить землю надо. Не любить, ничего не вырастет. Удивляются сегодня, повезла ей немножко горох. Они удивляются, у вас горох поспел? Говорю, да, а где в теплице? Да нет, вот, смотрите, вот клубника. И он, как можно сказать, она шашка маленький. Но на нем столько стручков, уже полный совершенно это. А это вот. Извините, мы за сегодняшний день о том, что землю нужно любить, уже второй раз слышим. Да. А что в вашем понимании? Землю надо любить, ну как сказать. Ну, вот, на моем понимании. Любить, это значит, вот когда просыпаюсь я утром. Я не знаю, как в городе, я не смогу в городе жить. Я вышла во двор, вдохнула. Вы знаете, я даже говорю, господи, спасибо. Вот, правду я говорю. Я говорю, выйду сюда, пройдусь, и так легко. Она, как говорится, дышать легко. Просто на ней дышать легко нам. И вот усталости, как таковой, если просыпаемся мы в 4.30, вот подъем у нас, и выходим. Мы усталости ничего. Единственное, что жара, и моржки иногда достают вот это. Ну, ничего, это все временно. А так вот мы поработали, поработали, сели отдохнули. Она легко, легко очень, не знаю, нам легко на земле. А любить, ну как, любить. Как у нас, как праздники, мы и на праздники готовы, мы везде успеваем. И землю любим, и убираем, и сажаем. А с чего лучше сейчас начать, человеку, который хочет переехать жить в село? В село с чего начать? Ну, вот и начать разрабатывать, если есть земелька, всего понемножку, и он поймет, чего ему надо. Я имею в виду даже... Заниматься чем? Заниматься и в плане выращивания, и в плане документального. То есть, насколько у вас сейчас есть ли сложности вот с оформлением земли, допустим, да, с какими-то вот такими юридическими моментами? Сталкиваетесь ли вы с таким или нет? Нет. Вот у меня справочка, я ее все время в фартушке с собой вожу, справочка у нас. В сельсовете берем справочку вот такую вот. Можно? Вот такая справочка, да. То, что я имею участок, и выращиваю на нем овоща, вот даже клубника там сказано, там, вот, деревья вот у меня растут. Клубника закончится, у нас пойдет вот вишенька, это, ну, как покупали Валерию Решкаловичу, я говорю, она такая крупная, хорошая, очень даже вкусная, и даже спросом она пользуется. И у меня в основном там дочки на работе покупают, и даже спрашивают. Это заканчивается, у меня абрикос колерованный перед домом. Дай Бог действительно, что надо любить. То он через утро идет, сейчас каждый утро. Так абрикос такой, очень большой, очень вкусный, очень. И там все знают, ну, я не знаю, у нас запись. Мне, получается, даже до рынка я не могу его довезти, потому что звонят, а есть еще, привезите, пожалуйста. Вот так вот люди. Ну, они знают, что продукция всегда качественная. Не первый год у меня покупатели, те, что с дочкой работают на работе, с одной, со второй. Они уже знают продукцию, говорят, муж, я такого не кушала. Вот я не знаю, ну, неужели вот такое вкусное? Ну, сидите, приезжают, как часто вам и помогают? По выходным, да, по выходным приезжают, ну, сейчас одна в больнице тоже лежит, а помогают. В основном в ноги, зато еще музыкант приедет один. Вот тот с концертами у меня, сегодня тоже у него было. А вечерами что делаете? Вечерами, а мы заходим, вот я с огорода ухожу, половина десятого в душ, и тогда уже заходим и в дом, и стараюсь в компьютер немножко, в одноклассники зайти. А какие подводные камни бывают, вот, в связи с вашей деятельностью, ну, если касательно выращивания клубники, реализации клубники, все-таки сталкиваетесь с какими-то подводными камнями? Проблемы? Ну, вот это одна проблема у нас единственная, что вот если пойдет массовая уже, у меня не только здесь еще, на широком у мамы в огород, и там же клубника. Мама умерла, и дом стоит, и, ну, клубника стоит, и очень много. И вот реализация, реализация, да, если мы где-то выезжали, вот как я, Юрий Владимирович, говорила раньше, бывает на рынке, на рынке стоять, это очень долго, у нас времени нет там стоять, там нужно целый день стоять на рынке, чтобы реализовать. А мне нужно еще забрать и на завтра приготовить. Вот, вы же видите, работников, так мы все делаем своими руками. Вот, и стараюсь где-то так продать в таком месте, где действительно масса людей, они видят продукцию, видят. Ну, там гоняют, там не разрешают торговать. Идите все на рынок. А на рынке, я вам скажу, я была на Калининском рынке недавно, на Покровске приехала, и на Калининский, потому что в Калининской, дочь я в больнице, думаю, продам быстренько и поеду. На Покровском я не увидела мест даже, где можно встать. Я не увидела, я походила-походила с этими ведрами. Я поехала на Калининский, то же самое, я прошла по рынку. Ну, ларьки, вот эти вот палатки там, или как они называют, ролеты, вот это все. Ну, не знаешь же, детство, ну, не знаешь. Вот это у нас проблема. Нам хочется, чтобы если приехать и не на земле торговать, если бы побольше, хотя бы вот раньше у нас были металлические такие вот столики. Это я помню еще, вот на Буденновке были. Мы приходим, я поставила свою продукцию, этот ящичек, эти весы поставила. Я торгую, люди видят. А с земли, вот что значит, с земли торговать. И возле машины ездят. Вот. Ну, хочется, хочется, чтобы продукция. Мы же ее доставляем чисто, экологически чистый продукт. Даже вот люди подходят и говорят, а можно попробовать? Я говорю, пожалуйста, что она не мытая, но она чистая. От дороги она растет далеко. Вы же видели, у нас рядом машины не проезжают. Поэтому она чистая, продукция чистая. Единственное, что может еще земелька, дождь. Вот у нас ливень прошел, и он как бы облепил ее. Вот это единственное. И только дособираешься, но это земелька. А так чистые продукты, без химии, без... Ну, чистые. Даже вот, если сказать, что ее даже у нас кушают, то кузнечики, там вот носим ведерочко, раз, два ведра в одно собираем, покушаем. Вот так надел, не съел, но надкусил. Показатель того, что это экологически. Да, чистые продукты. И вот это, что не съел, надкусил, мы стараемся себе перерабатывать. И компоты, и варенье, и сами кушаем, и коктейли все делаем. Вот эту продукцию. А хорошую немножко снабдить людей. Сегодня женщина в городе взяла у меня кубничку и отошла, ну, не знаю, сколько это прошло, вернулась, говорит, дайте мне еще килограмм. Я попробовала, я такую еще не кушала. Это действительно своя, она говорит. Я говорю, это местная наша, не степлист, ничего, вот с огорода. Она прямо удивилась. Давайте мне еще, очень понравилась. Если продукцию нашли, что она выращена, вот. А тут главное, сколько трудоемкий этот труд. Это ж не просто, вот посадил и собрал. Нет. Здесь почти мы каждый день еще усики. Если эти усики будут, вот они тянутся, эти усики, вот они, эти усики, вот они тянутся, да, они тянутся. Если они еще примутся, примутся, сюда не войдешь в клубнику, она будет очень густая. А вот что ж вы будете тогда зимой делать? С зимой? Это да, это интересно зимой. А зимой мы сидим на чистой пенсии. Спасибо, муж у меня шахтер. У него чуть-чуть пенсия, более не менее. И в основном у нас мы закрываем зиму себе всего. Варенье свое, консервация вся своя у нас. Ну, хозяйства, правда, никакого не держали раньше. И свиньи держали, и гусей, и курей. Еще поэтому просто не успеваем. Фатает пирожков. Я очень пеку. Зимой это пеку почти каждый день. Внук не даст соврать. У нас печеные. Только что сегодня сейчас сезон как раз нет. А так мы печем и друг друга разожжем. Хлеб не берем в магазине. Всего хватает. Вот если у вас будет возможность передать гражданам нашей республики какой-то посыл, что бы вы им могли сказать? Что бы могли сказать, что больше народу уделяли внимание. Больше. Нам все-таки. И не только сельским. Людям. К людям. Вот я вчера случайно тоже была в городе. И вот остановился Алексей Валерьевич. Вы знаете, радостно. Когда вот человек остановился, сказал здравствуйте для нас. А некоторые бабушки сидели, они даже не знали, кто это. А когда остановился, я вот сказала, что это такое. Да вы что? Мне сказали. Я говорю, да. Вот это был он. Он вот к народу. Вот видно, что вот как-то очень было приятно. Даже он заговорил с народом общаться больше. Вот как-то надо. Вот вы приезжаете с нами разговариваете. Вы знаете, вот просто я разговариваю. Разговариваю мы с вами. Как вот с другом, как с друзьями разговариваю. Не видим там какого-то, знаете, вот знаете, вот есть такие люди, что гордые есть. А надо немножко вот все равно. Даже вот с любым человеком можно заговорить. С любым. Пусть он идет там оборванный какой-то. Может быть у него не за что купить. Он хороший в душе человек. А нет денег купить, обновить свою одежду. Тоже заговорить с тобой, разговаривать. Никогда не отворачиваться. Просто от народа надо. Ну и вот и руководству нашему. С народом быть почаще. Общаться, спрашивать, вот что народу еще надо. А что народу надо? Пенсию добавить. Вот что народу. У меня есть немножко с чего-то доход. А некоторых бабушек жалко. Они приходят в магазин, они считают, чтобы хлебушка купить. Молоко тоже дорогое. Раньше как было? Раньше хлеб, молоко всегда прожить можно было. А теперь и молоко дорогое. Как людям жить, не знаю. На 2 900 никак в месяц, никак в месяц на 2 900 ни один человек не проживет. Это мои слова, сказанные обращения к этому. На 2 900 очень нам тяжело прожить. У меня сестра сейчас тоже уже не работает, потому что приболела тоже и ноги, все, оставила работу. И она села на 2 900. Да если бы не клубника, я не знаю. У нас в сельской местности, у нас уголь купить, уголь цены. Откуда такие цены? Шахтерский край. Мы не знаем, откуда такие цены. Почему уголь? Ну 2 800, да, за тонну. Это вот сейчас, а зимой 3. А еще, Юрий Владимирович, я не знаю, правда, с чем это связано. Вот реализовать даже, вот массово, если пойдет клубника, у нас машина. Бензина нет на заправках. А с чем это связано, мы не знаем, конечно. А продать надо. В руках сколько можно отвезти, если у нас автобусы, как селедки ходят. Вот, из-за автобуса когда-то боролись, но нас мало кто так внимания обращает. А водители говорят, воздух возят. Воздух, правильно, когда-то если придет проверка, в такой день, когда выходной. А утром, мой муж утром с работы едет, еще так, немножко работает он, едет. Это на 7-10 с буденок, и двое раз селедки, вот что. Проблема, транспорт, проблема, да есть у людей. Много проблем накипевшие, ну, я же говорю, руководству надо. Если бы они ездили в общественном транспорте, вот тогда бы они понимали. Все наше руководство, все наши власти, они бы сочувствовали людям, как ездить в общественном транспорте. Все равно нет чувства, что вы в городской житель? Нет, нет. Мы сельские. Вот мы поселок городского типа, но мы сельские. Ну, село, мы выросли в селе. В город мы выезжаем, ну, как сказать. Городские, городские, но живем там в селе. Мы все городские считаемся, раз город Донецк от нас недалеко. Донецк, да, ну, а все считаем себя поселком, поселки, поселок сельские. Конечно, конечно, я же вам объяснила ситуацию, в городе я не смогла бы жить. Там воздуха просто не хватает даже нам. Вот почему, не знаем. Машины вроде у нас ездят, машины, у нас еще и поезд. У нас и очистные, они далеко. У нас, правда, закрыли, там свалка еще была. А все равно у нас и воздух чище, и мы усталости не чувствуем как в городе. В городе очень устаешь, очень. Даже вот ничего не делаешь, отдыхаешь и устаешь. Отчего так? Это не можем сказать. Отчего так? Аграрная культура во всех смыслах этого слова увядает, разместившись на плечах немногих, не имеющих возможности предоставить ей качественный рывок. Тем не менее, герои нашей программы доказывают, что этот сектор, само собой востребованный, еще может вызвать интерес не только зрителя, а и начинающего предпринимателя, фермера Агрария. Молодого поколения, которое захочет связать свою жизнь с работой на земле, если этому продолжать способствовать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok